Вы знаете, все министры, премьер-министры, все люди, которые приходят во власть в Республике Молдова, дают клятву. Дают клятву о сохранении целостности и независимости этой страны. Я лично, и я не знаю из моих коллег, из тех, которые не собираются держать свою клятву. Первое. Второе. Я считаю, что очень многие идут в политику, потому что не хотят работать. Скажу, в чем отличается основная разница борьбы в экономике, в бизнесе и борьбы в политике. Вот представьте себе, что мы должны пробежать 100 метров. В бизнесе, как в спорте, самый сильный, кто бежит быстрее всех, тот становится победителем. Я считаю, это нормальное и правило. В политике правила другие. Ты не обязательно должен быть сильным и бежать быстрее всех. Самое основное, чтобы ты завалил своих противников, которые рядом с собой бегут. Подставил подножку одному, другому. И ты можешь двигаться, как улитка. Но ты будешь первым. Вот в чем отличается бизнес от политики. Поэтому политики придумывают, я говорил, те ленивые политики. Очень многое только для того, чтобы получить голоса людей. И наши средства масс-медиа, они вырывают иногда из контекста. Если вы помните, я помню, была негативная реакция, в том числе здесь, в Гагаузии. Было время, когда мы объявили Рогозина персону Нонград. Я был премьер-министром. Это случилось когда полтора года тому назад. И многие, вот, против России. Я сказал, нет, это не против России. Это против человека, который позволил назвать нас цыганами и все такое, наш молдавский народ. Я говорил, что да, мы маленький народ, небольшая страна. Но мы хотим, чтобы наши отношения с нашими партнерами были основаны на взаимоуважении. Потому что никто, наверное, здесь не обратил внимания, когда в прошлом году на румынской границе мы вернули униониста Джорджа Симеона с целым автобусом, который хотел приехать. И в Тишиневе, там, вот эти унионистские события делали. И когда он подошел к границе и начал обзывать наших пограничников, мне позвонили. Я им сказал, персону Нонград. На пять лет он не имеет права уезжать в нашу страну. Потому что я считаю, что мы небольшая страна, немногие по количеству, как население. Но у нас должно быть достоинство. И вот мы последовательно будем. То есть, чтобы вы не покупались вот на эти, не знаю, популистские предложения, что вот эти против одних, против других. Мы не против никого. Мы хотим со всеми жить хорошо, но в то же время мы хотели, чтобы это было основано на взаимоуважении. Европейцы, россияне, румыне, американцы. Я хочу, чтобы нас уважали. И, может быть, впервые мы немножко поднялись с колен вот за этой горе. Вот какая наша позиция. Никогда не будет никакого объединения и никакого разделения, я вас уверяю, в нашей стране. Прошу, попытайтесь отличить, вы не понимаете это все. О каком мы объединении говорим, когда в Румынии об этом никогда не говорили. И они смотрят вот такими глазами. Ну, есть некоторые политики тоже, и там, которые хотят за счет этого политические дивиденды. Вот в чем заключается вся суть этой проблемы. Но зато за счет этого у нас есть политики, которые создают целую карьеру политическую, которые за счет этого собирают голоса. Мне не нужны такие голоса. Вот мой ответ. Поэтому никогда не получат. АПЛОДИСМЕНТЫ